всем привет друзья меня зовут ракета и добро пожаловать в одно из последних оставшихся исторических мест сегодня мы с вами приехали в заброшенный лагерь который остался в идеальном почти сохраняя визуально но что там находится внутри сегодня мы с вами и узнаем и так из-подо мной была обнаружена усадьба удина она по идее сейчас из представляет из себя исторический объект и вот я хочу заехать посмотреть что она из себя представляет раз я вот посмотреть усадьбу удина можно ну просто походить посмотреть что он все представляет принципе что это такое что ну если можно на машине проекта либо где машину припарковать что пешком дайте и как далеко идти так что на себя представляет коттеджный поселок и вот стоит церковь заброшенная я тут наверное которая относилась изначально к усадьбе удина давай сейчас я машину где мы припарку и сходим посмотрим что там такое потому что здание прям старое старое смотря здесь стоит старое старое такой знаешь строение все как на железных дорогах было на как это объяснить то пограничники вот иди я не знаю старенькое старенькое здание кирпичные скорее всего это себя уже прислали просто бомжать не нет я думаю там ничего нету вот смотри здесь создает здание мне интересно посмотреть что это создание так здесь есть крест ли он смотри страны табличка есть давай подойдем посмотрим что с табличкой уже будет ясно что это за здание ну да вот церковь покрова удина стоит крест на входе но но абсолютно новый абсолютно новый памятник архитектуры сайлок покрова церковь покрова в селе удина построена в 1934 году охраняется государство ну да ну да ага что она здесь внутри интересно что же у нас тут есть внутри то есть все обваливается надо быть аккуратно странно что нет и кирпичей с кладкой вот кладки народ еще осталось смотри видишь изображение ну и собственно уже наверно то ли самодельный то ли как поставили крест такая часовня наверное больше больше тут ничего нету дети смеются да хорошо что я их увидел но такая вот небольшая церковь у себя удина и в честь этого как вы могли слышать ранее скорее всего в этом месте был алтарь ну и как вы могли слышать разговоры с человеком саму собой здесь не осталось здесь остался коттеджный поселок который почему-то назвали этим местом ну конечно же место историческое поэтому и назвали ну а мы будем выдвигаться с вами дальше заброшен лагерь который вам показывал ранее я был там зимой и я надеюсь но хотя бы что-то вам осталось его полностью не разорвали ладно давайте собирать собираться тоже скоро будет темнеть и выдвигаться в то место я сейчас иду вдоль дороги он находится по правой стороны от меня и очень сильно привлекаю внимание мне сейчас она будет спуститься в лес вон туда он там есть вход по крайней мере зимой он был и уже можно будет двигаться дальше пока нет машин я сделаю это быстрее я не знаю если здесь собаки ну на входе написано что есть собаки я надеюсь нету территория большая мрачная и пока светло надо сюда зайти садятся батарейки на микрофоне черт ладно в общем уже стемнело вон там этот лагерь что с фонарем тихо чё с фонарем рогает что происходит тихо чё происходит с фонарем смотри фонарем рогает у меня нет такого режима это самодельный к так я не буду ничего здесь вообще ничего не видно смотри палки деревянные вот первое здание стоит так здесь закрыто я правда сейчас немножко в таком недоумении нахожусь здесь пусто тут ничего нет я пытаюсь слушать шаги я понимаю что наверное это как-то глупо и и больше невозможно смотри здесь будка охраны твою мать деревню видео фонарь конечно прям делает все мозги меня наверно прям за версту видно ведь меня видно с любой стороны смотри вход в здание которое снимал зимой видишь очень плохо видно пойдем поближе подойдем здесь все закрыто ладно пойдем посмотрим что тут еще есть смотри там спереди ангар какой-то я знаю ты сейчас не увидишь но он там есть пойдем поближе подойдем так все закроет не я не готов а а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Это был третий раз, когда я взял с собой друга, и мы решили приехать сюда и пройти этот лагерь от начала до самого конца. Ну а что же из этого выйдет и получится, сегодня мы с вами узнаем. Погнали! Лагерь из себя представляет, смотри, вот такой у нас здесь вход. Зимой, кстати, эти деревья все были полностью повалены, сейчас их порубили. Скорее всего, это значит о том, что здесь кто-то есть и за всей этой территорией наблюдает и следит. Почему мы пришли пока светло? Рядом находится дорога и передвигаться в этой территории невозможно. С дороги видно и мимо проезжает полиция. Поэтому мы сейчас пока светло, зайдем в лагерь, отойдем подальше. И чтобы нас не было видно, наш свет и наши прожжет гора, у нас есть 15-20 минут. Что из этого выйдет, я не знаю. Ладно, давай передвигаться и посмотрим, что у нас там есть интересное. У нас есть первое здание. Я хочу попасть сюда внутрь. Я думаю, в ближайший вход, который мы найдем, и через него попробуем попасть. Смотри, здесь на третьем этаже стул стоит. Интересно, да? Сейчас вы можете слышать какие-то фонные удары, фоновый шум в микрофон. Микрофон новый, но в этом ролике я постараюсь не делать фоновую музыку. То, как вы меня и просили. Минимум фоновой музыки и максимум окружающего звука. Так, Женек, не отставай. Все, отлично. У него у меня есть рации, мы не потеряем друг друга. Так же вместе мы почти не будем передвигаться для того, чтобы не создавать лишних шумов. Чтобы можно было ориентироваться на местности. И вот стоит первое деревянное здание, в которое бы я хотел сходить. Давай сходим туда, посмотрим, что там интересного. Ну, а потом дальше по ходу будем разбираться, куда и что. Давай я посмотрю, что у нас здесь находится внутри. Пока не ездят машины. А там нет ничего, смотри. Там мусор. Там только мусор, там уже ничего не осталось. Ну, ладно. А под ногами здесь, смотри, видишь, яма. Здесь везде яма. Я с коптера смотрел, вот это вот здание, оно изрыто. Я не знаю, то ли кабель выкапывали, то ли что. В него можно было ночью попасть по темноте, не в виде этого. А я, между прочим, не увидел в прошлый раз дерево. Просто дерево. Так, мужчинка, здание жилое. Да, да, да. Аккуратно под ноги. Под ноги смотри. Под ноги смотри. Не провались. Вот, не мог кого-то уходить. Странно, когда здесь все изрыли. Стопудово кабель вытаскивали. Ну да. Смотри. Ошметки остались. Ошметки, да? Ну да, вот. Смотри. Остатки от кабеля. От кабеля. А вон еще, смотри, да, вон еще лежат. Давай посмотрим, здание-то открыто или нет. Смотри, окно открыто. Окно открыто. Ну, в окно-то, думаю, не полезем. Здесь есть кто-нибудь? Так, надо включить свет. Хату за ядлого курильщика. Хату за ядлого курильщика. Может быть, дверь закроешь? Сквозь век? Да, дует. Just do it. Это мастерская. Смотри. Это мастерская. Хотя, может быть, от электроники все это что-то вытаскивали. Что-то вытаскивали, что-то воровали. И разбирали. Но похоже очень на мастерскую. Есть какие-нибудь документы, интересно. Ну, здесь, в принципе, ничего нет. Просто маленькое помещение. Смотри. Шприц. Прямо. С маслом, наверное. Видишь? Нет. Вот прямо. Вот открыт. Можешь, да. Можешь посмотреть. На основе. Нет. Получается, смотри, если такое маленькое помещение, значит, там должна быть еще одна дверь. Пойдем туда посмотрим, что там есть. Я с купе не пропустил. Ага. Мне надо здесь с собой дверь закрыть. Все. Окей. Скорее всего, там еще должна быть одна дверь. По-любому. Ну да. Вот, смотри. Щиток, скорее всего, с проводами был. И отсюда уже воровали и копали провода. Оно окошко. Интересно, что там в этом окошке. Интересно, это стоит вообще вот этих усилий, чтобы копать его? Если здесь кабель толщинается руку, судя по той вот облетке, которая там лежит, я думаю, она того стоит. И канава дальше-дальше пошла. Вон туда вдаль в лес. Так, здесь сверху вроде бы нормально опоры не сгнишь. А здесь и двери нет. Здесь нету двери. А здесь, скорее всего, был... Животных держали. Либо здесь настолько сгнили полы. А нет. Мы туда не пойдем. Совсем. Вот я сейчас в дверном проюне останусь и все. Там погреб. Униз уходит погреб. Видишь, да? Я слышал там. Где? Нет, там. Там это где? В помещении? Да. Сидите сюда и послушай через наушники. Ты бы смотри, там нет никого. Не знаю. Я не думаю, идем смотреть. А? С той стороны здания-то. Свет выключен. Опа. Здесь там собак нет. Серег. Иди сюда. Здесь двери есть. Что там такое? Так, что здесь такое? Не знаю, но здесь есть дверь. Что-то за дверь такая. Что-то за дверь такая. Хрена узнавать. Ладно, пойдем отсюда. Не, вроде бы чисто. Смотри, а что там такое белое, видишь? Вдали. Вон там в лицо стоит. Смотри, собираются тучки, поэтому надо скорее здесь проходить и идти уже в здание. Здесь, смотри, скрытый какой-то памятник. Я не знаю, кому-то, может быть, сознает создатель этого лагеря. Ну, или какой-то исторический, или историческая личность. Так, смотри. Мы увидели с дороги статуи. Давай сейчас покажу. Сейчас статуи такие. Кто-то, что-то, коза. Вот, девочка. Ну, что-то увидеть. Ну, такой себе. Вот еще, смотри. И вот на входе конь. Это не волк с клыками? Конь, да? Это волк? Волк. В смысле, волк. Серый волк. Клыки. Клыки? Ну да, у коней нет. Так, смотри. Ну да, слушай. Охренеть. Увидишь такого в темноте. О, смотри, там еще. Концевая колонна. Там еще дальше. У меня на камере как-то призраки стоят. Призраки, да. Ну, в темноте пойдешь, увидишь, как будто призраки просто. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что там дальше, впереди. Еще какие-то статуи. Слышал? Слышал, да? Да. Где? Слева. Там? Ммм, куда дальше? Ну, это хороший был такой удар. Небольшой, извиняюсь. Размешать. Ну, что это? Так, пойдем посмотрим, что там находите. Офигеть. Я в интернете таких фотографий не видел. Видимо, люди мем просто проходили и все. Здесь белочка. А, белочка без лапок. Окей. И царевич. А там еще, смотри. Там еще. А вот и девушник. Там еще девочка какая-то. Тоже царевич. Что еще я не вижу. Дождик пошел. Дождик, да, пошел. Чувствуешь? Нет, пока. Нет, как надо. Я думаю, имеет смысл дойти в это здание. Первон с той стороны. Пойдем туда сходим. Пойдем. Что это такое? Похоже на какое-то промышленное здание. На мой лагерь. И кот. Кот сапога. Пойдем туда сходим. Очень на казарню похож. Смотри. Там еще здание наверху. Наверху? Слушай, тут еще наверху здание, да. Вон там. Странное какое-то здание. А здесь то ли машина будет, то что он, детский лагерь. Почему так? Скорее всего, это какое-то складское помещение, типа, с инвентарем и так далее. Поскольку еще такой большой длиной, потому что оно вон там дальше продолжается. Смотри. Валим? А? Валим! Мне реально показалось той стороны. Просто укол такой был еще. Потом собака завалит. Это действительно очень мрачное место. Вот это вот получается. Смотри, скосходит сильно с помещения. А вот это... Что, пойдем сюда внутрь сводим. Может быть, ты наверх? Наверх. А я здесь. И по-на-мать! Чего там? Здесь было. А? Горело. Горело. Что-то разнипался. Я вижу. Здесь все, в общем, зачем мы стоим. Ага. Тут пол весь обгоревший. Хорошо, пожалуйста. Дальше мы не пройдем. Дальше нет пути, потому что здесь проваленный пол. Я думаю, имеет смысл идти тогда дальше наверх. На верхнее здание. Какой-то странный лагерь получается. Можно зайти. Да, смотри. Это, видимо, здесь спальня. Потому что, видишь, шкафы. Шкаф. Шкафы? Ну да, шкаф вижу. Как-то вырывки, да? Ну да. А там же еще, по-моему, дверь была снаружи, нет? Да. Пойдем посмотрим, кто там. Давай, дверь. Только на цвет вырубить. Что там написано? Не ходить. Не ходить. Так, ну ладно. Да, это склад, смотри. Что там? Иди сюда. Тут много чего интересного. Да? Есть тренда. Иду, иду. Здесь очень пахнет маслом. Это промышленная зона. Похоже. Да. Что? Похоже на какой-то степень. Слушай, смотри, стоп-кадр. Фотографии. Странно немножко. Сырость очень пахнет. Сырость и светло очень сильно пахнет. Офигеть. Смотрю, здесь архивы, видимо. Архивы? Угу. Ну да. Здесь еще что-то. Вот бумажка какая-то. Посети, пожалуйста. Просто прямо. Вот. Хле. Я пойду пока посмотрю. На улице что-нибудь. 1987. 1987, да, вот? У меня освещивается. Угу. Я пойду пока вон туда схожу. Вон там где. Темная-темная дверь. Мрачный нагерь. Очень мрачный. Так. А здесь куча бочек. О, слушай. Плитка. Куча-куча плитки. Это разная плитка. Ну здесь прям совсем складское помещение. Ого. Унитазы, плитка. Ремонт не хочешь? Что? Ремонт не хочешь сделать? Ремонт? Ну да, прямо здесь ее за глаза ходит. Посмотрим, что у нас здесь. Выпуск какой-то получается сумбурный, но очень интересный. Я прям очень не ожидал, что вот так все будет. Так, ну здесь еще бочки, бетоны. А это, видимо, краска пролилась. Здесь есть следы. Лишний раз не свети и пошел с фонарем. Ну, скорее всего, здесь тоже какое-то служебное помещение. О, противогаз лежит. Смотри. О, противогаз. А внутри? Ну да. Просто помещение. Технического назначения. Там такую дыру выбили, смотри. А, финяйте. Капает вода сверху. Вот сюда. Жутенько. Ну ладно. Я боюсь, что это последнее здание здесь. Нам придется уже идти в глубь своего лагеря. Очень не хочется, но надо. Ладно. Весь прогнивший. В общем, вот за этим зданием, вон там, наверху, наверху, находится еще одно здание. Он валял с дорогой, и поэтому я предлагаю идти туда. Я не пишу на основную камеру, но здесь когда-то была дорожка. Ее перерыли все. Вот мостик или что это, забор. Подъем наверх. И вот как раз та самая дорога. Мне интересно, чем это все рыли. Что только кабель откапывали. Здесь возможно перелезть? Главное не провалиться сейчас. И вот здание находится на самом верху. Непонятного назначения. И не барак, и не здание для детей. И рация меня уже замучила. Ох ты. Офигеть. Очень низкие потолки. Очень низкие потолки. Какое-то оборудование, холодильное, с правой стороны было. Что? Это грибы? Это вешалка. Это вешалка в форме грибов. Давайте. Вода. Вода? Угу. Так. Теперь какие-то катакомбы. Смотри. Какие-то катакомбы начались. Подъем наверх. Там есть что-нибудь? Нет. Я не пойму, что здесь такое. Да, здесь можно подняться. Но это уже от верхней этажа этого здания. Да, наверх. А я думаю, здесь ничего нет. Давайте на верхнюю я здесь буду. Но это, скорее всего, вот как раз и есть основное помещение, основной барак. Так, надо свет убавить до минимума. У меня не работает фонарь ночное объявление. Супер, работает только этот. Давай так. Рядом окна и дорога. Светить совсем нельзя. Скорее всего, выход. Да. Там свет какой-то на Банчжуэ. Сюда тут очень много света. Здесь кухня. Видимо, какая-то я еще... Жень, ты его взял, а он сейчас светишь, стоишь. Блин, ну куда? Еще раз повтори. Отошел от них. Рация, не пойму, что с рацией происходит. И это мы только на окраине. Здесь, скорее всего, еще одно здание есть. Свет горит. Сто странно, свет горит. Машина, прям здесь. Свет отсюда, на самом деле, очень хорошо видно. Я надеюсь, на это что-то уже не идет. Свет видишь. Прием. Я его услышал, он не через сердце. Развернись. У нас произошла поломка. Здесь сломался стабилизатор. Резьба на нем. Все, теперь у нас нет уже ни света. Свет остался только у меня. Сзади меня находится коридор. Большой-большой. И вот у него вход. Я хочу бороться, зайти в него, посмотреть, что там. Конечно, если это куда-то спуск будет вниз, ну ее... Что, пойдем? Пойдем. Ну, капец мне. А здесь, в принципе, ничего и нету. Здесь просто длинный коридор, от здания к зданию. Какое-то странное помещение есть. Подземное. Полуподземное. Так. Ты слышал? Да. Ты смотри. Что вы, лишь? Это не отмени. Там. 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 Было. Здесь капли походу. Три капель, это я слышу. Давай выходите. Это уже не капли. Еще раз. Это уже не капли. Пойдем отсюда. Я думаю на этом надо заканчивать. Надо выходить. Пошли. Держи, мы готовы. Как вы пришли? Спал. 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 Уходим туда. Туда уходим. Слух как рядом и глухой какой-то. Да я не знаю, я слышал. И собаки. И собаки вдали пока. Да. Давай выходите, как пришли. ВОЕННАЯ АВТОМА ВОЕННАЯ АВТОМА ВОЕННАЯ АВТОМА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Два человека Не понял Это не охрана, они через забор Да ладно Полезный Пошли к ним? Не, не, вылазят А, вылазят Да Вылазят Вылазят два У меня камера телефона и хреново видит У тебя лучшее может быть на чипу?